Граница свободы и славы как раз и есть, если начинается военная пропаганда. Решение Совета вступит в силу после публикации заявления в газете «Латвия с Вестнесес». Произойдет это в начале следующей недели. Пока показывает канал через шведский спутник холдинг МТГ. Диманс признается, у шведских коллег мнение о вещании РТР запрашивали, но ответа еще не получили, но медлить нельзя. Есть определенные границы, которые здесь уже программа Россия и РТР перешагнула. Не зря господин Киселев, между прочим, в том списке, против которых санкции введены. Вообще сегодня Совет поработал ударно. Так попутно возбуждено административное дело в отношении Первого Балтийского канала. Решили начать административное дело производства по поводу новостей передачи «Время» насчет Украины, насчет российской агрессии против Украины. И еще вернемся к окончательному решению примерно через два месяца. Специалисты Совета будут исследовать, соответствовала ли программа «Время» четвертому пункту 24-й статьи закона об электронных СМИ, который обязывает электронные СМИ обеспечивать честную и объективную подачу фактов и отделять новости от комментариев. Только после анализа станет известно, будет ли Первый Балтийский канал каким-то образом наказан. Холдинг БМА, в структуру которого входит Первый Балтийский канал, считает, что Совет по электронным СМИ в своей борьбе с каналом нарушил основы медийной политики Евросоюза – свободы информации и разнообразия мнений. Совет своими попытками ограничить вещание демонстрирует типичный советский стиль мышления и, по сути, пытается работать как политический цензор, говорится в заявлении. Вообще, Латвия идет по примеру Литвы. Южные соседи ранее ввели ограничения на вещание российских телеканалов. Одни только эстонцы спокойны и не пытаются отключить от эфира телевидение соседнего государства. Яна Том, представитель Центрийской партии Эстонии, сегодня сообщила, если закрыть телеканал, то следующим шагом будет закрытие Фейсбука или Твиттера. Огонь нельзя тушить огнем, отметила политик. Председатель фракции партии «Реформ Эстонии» Кристен Михал считает, что закрывать телеканалы при наличии свободного доступа к интернету бессмысленно. По его мнению, местным государственным СМИ нужно добиться внимания аудитории, предложив ей интересную информацию, а запретами ничего не добьешься. Алексей Дунда, Спартак Лукашевич, Олег Горячев, Первый Балтийский канал.